У Виктора Ивановича иммунитет к пошлости. Он сделал так, что наш театр вырос в академический. Смотрит на меня, говорит, да, его надо брать. У него очень хорошие глаза. И я попал в этот театр без просмотра. Многие артисты говорят, что он заменяет отца. 50 лет работать в таком коллективе. Но творческие люди, на них не прикрепнешь, понимаете, ни подзатыльник не даже. Это проект «Они сам» и «Сегодня». О том самом директоре Щепкинского академического театра, который открыл Белгород всей театральной России. Он считает будущее молодых актеров в их глазах. Он сумел собрать коллекционную труппу. К его интонации прислушиваются именитые режиссеры страны. Это его театр или его дом. Вот уже полвека. Загадка Виктора Собычука. Ее невозможно разгадать, но мы попробуем. За эти 30 лет, что я работаю в театре, Виктор Иванович оказался самым необходимым человеком в моей жизни. После родителей. После семьи. Вообще театр – семья. Виктор Иванович как отче такой наш. Конечно, я ему благодарна, что он разглядел во мне художника с каким-то будущим. Не просто исполнителя, декоратора, а доверил быть главным художником этого театра. Это большая честь. Он умеет подбирать специалистов. Может, интуиция у него есть. Не только интонация, а интуиция. Посмотрел на человека, и ты, может, действительно чувствуешь. Декорации мы спустим вот сюда. Вот эти большие декорации. Их заносят не по лестницам. Естественно, их заносят вот такие большие люки. Так, осторожно. Так, сейчас посмотрим. Это вот так вот открываются люки. Как там страшно. Здравствуйте. 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 В 91-м году я пришел в театр в должность монтировщика сцены. В какой-то момент уволились монтировщики. В общем, осталось два человека. И Виктор Иванович, будучи уже в должности художественного руководителя, вышел на сцену, видя, что нам очень тяжело. Помогал нам ставить декорации. Помогал нам проводить спектакль. Тогда я понял, что этот человек на своем месте. Он знает все. От того, как поставить декорацию, как провести спектакль, ну и, соответственно, как пригласить режиссеров, как с ними договориться. Этот человек знает все. И долгие годы мне он говорил, запомни, Рома, здесь, в театре, мы можем с тобой ругаться, мы можем с тобой драться, мы можем обниматься, но в конце всех нас объединит дело. А дело – это наш спектакль, это то, что видят зрители, то, что их радует, то, что как к нам приходят. Вот это наше дело. Разные времена были. Когда я пришел в театр, зрителей было очень мало. Но постепенно Виктор Иванович выстраивал труппу и воспитывал зрителя. Вот что немаловажно. Представляете, с этими спектаклями, приглашением режиссеров, великих режиссеров из Москвы, он сделал так, что наш театр вырос в академический театр и стал одним из лучших театров в России. Это его сослуга. А мы что? Мы играли роли. А ему спасибо за то, что он эти роли давал. Сколько работаете в театре? 48 скоро будет. 48 лет скоро будет. Я знаю, вы здесь встретили свою будущую жену. Людмила Георгиевна вот вас как раз сейчас причесывала. Да. Да я всем ей обязан, потому что, не будь ее, не знаю, как бы моя жизнь сложилась, но явно не так, как сейчас. Ну, мне пора уже на сцену. Сейчас начнется спектакль, я пойду с вашего разрешения. Спасибо. Людмила, все нормально? С головой? Все хорошо. С головой замечательно у тебя, как всегда. Я прошу. Давай, удачи. Спасибо. Вы единственный человек в этом театре, который работает здесь дольше Виктора Слабачука. 52 года. Он доверял мне все. Если что-то, где-то, какой-то момент был, что нужен был человек ответственный куда-то, в какой-то отдел, это называлась моя фамилия. Единственное, я всегда просила, говорю, можно подумать. Он говорит, ну, ночь, утром, утром ты должна сказать да. Все. Я действительно работала на всех этажах. Моя жизнь, это театр. Это он, как руководитель. Вот просто. Он сделал мою жизнь. Он доверяет человеку. Доверяет тем людям, которые приходят к нему. Которых он и выбирает. Он выбирает четко. Мы сейчас начинаем спектакль. Этот серед уже выключен, потому что он полумрак. Русакова молодая. Пикачук молодой, такой вообще. Ирина Залмановна. А где? Я ее не вижу. Где она? А, вон она, вон она. Вот. Виктор Иванович, двое артистов при вас стали народными, четверо заслуженными. Вы представитель эпохи, когда в нашем регионе только формировалась театральная культура, театральная традиция. Сохранять это все на протяжении 50 лет непросто. Как вам это удалось? Что я знал, что я приду в театр? Нет. Ну, я музыкант, я музыкальное училище закончил по классу скрипту. И куда? Ну, а как-то я был всегда такой организатор. Я мог организовать и на хорошее, и на плохое. Я организовал, нас стали пускать на большие российские гастроли. Мы едем в Таллин со своим театром, со своим спектаклем, со своей труппой. А труппи как достойно. Вот понимаете, вот эта вот интонация достоинства, она стала возникать в людях. Мы стали ощущать уже искусство настоящее. И вот, когда возникли гастроли, эта ответственность, труппа почувствовала силу своего мастерства, стали приезжать режиссеры. и тогда в 40 лет я попросил власть, чтобы меня отпустили в Москву. Я уже знал конъюнктуру Московского, Российского театра. Мне нужно было там быть и ближе познакомиться. Учиться, да? Учиться. Вот. И я, они меня отпустили, с отрывом от производства. Вот. Не знаю, как жена отпустила. И вот там я сидел и слушал, и знакомился. Товстоногов, Гончаров, Ефремов, Любимов. Что еще выше, чем вот этот советский театр? Вообще было. И, конечно, тогда режиссеры со мной могли говорить, и я с ними говорил. И мы понимали, что мы хотим. Россия, 90-е годы, это был просто бардак. Ставились разные пьесы, ставились иностранные авторы. И только Слобачук настаивал на том, чтобы всегда была классика, чтобы всегда зритель понимал, откуда идут корни его. И вы ведь умеете объединить коллектив одной идеей, что мы всегда служим русскому театру, завету Щепкина. Ведь в этом огромнейший его талант. Я говорю, это чудо. Мы привыкли уже здесь как бы к нему, но мы понимаем, насколько это колоссальный масштаб личности. Он поднял театральное искусство в городе, в области. Нас знает вся Россия. Нас называют критикой коллекционной труппы. И это все он, его бессонные ночи. Уверенность. Он вселил уверенность. У тебя будут роли, у тебя будет жилье. Ты будешь всегда на хорошем счету, если ты честно, верно служишь театру и отдаешься. Здесь, в Белгороде, актеры работают с именитыми, востребованными режиссерами, которые приезжают со всей страны. И они приезжают к вам, Виктор Иванович. Труппу делает режиссер. Он дает смысл, он дает мастерство. А режиссеры слабенькие приезжали. Министерство культуры их присылало. А кого я не попрошу более состоятельных режиссеров, ну, меня уже знали. Я же крутился и в театре уже, значит, здесь. Ну, да вы откуда? Из Белгорода. Из Белграда. То есть даже не знали, да? Не знали, да. И... А потом было совещание большое в министерстве. Выступают от Камчатки до Калининграда. Ну, а мне вот эти министерские говорят, Виктор Иванович, ну, пойди выступим. И я пошел. Ну, я о чем говорил, что все великое, и самое-то должно быть в Москве. Ну, вы, состоявшиеся где-то в провинции, вернитесь в свой театр. Поставьте спектакль, сыграйте спектакль, поддержите свой... Я же чувствовал это, что театр нужно поддержать, чтобы события были. Вот. И я спускаюсь, Андрей Владимирович, народный артист Советского Союза, вам говорили, что я в Ермолвовском театре в Москве. Виктор Иванович, а что вы хотите? Я говорю, то я хочу, чтобы вы у нас спектакль поставили. А это было начало. А уже потом, когда я обращался к другим, а кто его ставил? Андрей. О, Мита. Ах, какой мастер! Так началось. И когда все-таки возникли эти мастера, и тогда трупа стала дышать. Вот это все. Виктор Иванович Лобачук, когда такой художный руководитель в судьбе артиста, это, конечно, счастье великое. На протяжении вот этих 33 лет, что я служила в Белгородском академическом театре, я могу сказать, что я благодарна своей судьбе, потому что она состоялась у меня. Все в моей жизни случилось вовремя. Получила звание заслуженной артистки России вовремя. Я получила звание народной артистки России, да? Эти события, они ошеломительные на самом деле, вы понимаете? Судьба актерская – это вот труд художественного руководителя. У нас есть архив 12-летней давности с легендарным Валерием Беликовичем. Сейчас его нет с нами уже. Он был главным режиссером Московского театра на Юго-Западе, художественным руководителем Московского драмтеатра имени Станиславского. И он у нас ставил спектакли «Куклы на дне», да? «Мирандолина», «Гамлет». И вот я смотрела это видео, он просто восхищался вашей труппой тогда. Как рано ушел. Беликович. Приехал я, он меня встретил в Москве, привез к себе. У него дом, ну, за городом. Поднимаемся на третьем этаже, у него большой зал. Огромный стол стоит, он мне вот так. И он с 10 утра до 4 часов, 16 часов, он мне рассказал весь спектакль, как он будет ставить. Десять, как он уже готов, как он уже все мотивирует, все. Ну, мы с ним дружили, мы с ним друзья. Вот, я сожалею, что его не стало. Сейчас же таких людей, строителей, вот театра, в смысле, вот собирать. Вот Слободчук, он из редких людей, но он не режиссер. И умудряется. Он хозяин. Да, я просто восхищенный. Вот у меня сейчас книгу выпускаю. И я там про Виктора Ивановича тоже пишу, потому что для меня это в каком-то образе, в смысле, потрясение. Потому что я не видел таких руководителей, будем говорить так, понимаешь. Он не дает развалиться театру. Он как-то собирает, он приглашает, он договаривается, умеет. Не каждый человек звучит гордо, будем называть так. Слободчук звучит гордо, да. Многим делали предложения столичные режиссеры, но они остались с вами. А некоторые артисты уходили все-таки, но возвращались. И вы принимали, прощали? Не всех. Не всех. Кто-то сейчас, я знаю, у нас работает, я говорю, ну здесь я перекантуюсь, куда-то... Иди, это творческое дело, иди. Иди, ну знай, назад вернешься ли, и нужен ли ты будешь. Основу всегда нужно лепить из тех, кто кровью, потом, делом, любовью, ответственностью к этой земле, к этому театру. Всегда артисты молодые хотят уехать в Москву, попробовать свои силы, так сказать, за славу, за искусство. И я, наверное, была не исключением, где-то года 24 мне было, и, конечно, я засобиралась со славой за искусством. И тогда Виктор Иванович, он вызвал меня на разговор. Мы с ним очень долго проговорили. То есть часа три, наверное, это даже не то, чтобы не был какой-то разговор начальника со своим подчиненным. Многие артисты говорят, что он заменяет отца. И, конечно, я когда сюда приехала, наверное, вот он не заменил его. И уж его советом, ну, как, если не к нему прислушиваться, наверное. Он действительно мудрый человек, у него огромная харизма. Он, мне кажется, и других учит этому. Конечно, он не настаивал. Он говорил, это твое решение, то есть ты подумай, ты все звезь. После этого разговора он сводил меня к губернатору. Он убедил губернатора, что нужно помогать молодым артистам, чтобы они здесь оставались, чтобы они не искали счастья в Москве. В основном же они теряются. То есть вот они о таких вещах говорили, и я была, видимо, как представитель молодежи, которым нужно было помогать. Понимаю, что тот опыт, который я здесь приобрела, поработав со многими режиссерами, я бы, наверное, никогда бы не смогла получить в Москве. Нет, не пожалела. Как вы выбираете, как понимаете, кто ваш, кто не ваш, кому с вами по пути, кому нет? Я был очень жесткий человек. Я помню, в труппе осталось 17 человек. Я выгонял всех. Он приходит на спектакль пьяный, как его пускать? И потом осталось 17. И я сказал своим всем великим, или мы прорвемся, и будет у нас театр, или будем алкоголиков собирать по дороге. И они меня поддержали. Терпения ночи нет, и знать вас не хочу. Разврата не терплю. Я бы сказал. Дело театра должны делать мастера высочайшего класса. Я тогда сказал, что главный человек в театре – актер. Все его обслуживают, слабачу, все цеха, все обслуживают артиста. Он выходит на сцену, он представляет все, всего тебя. И тебя, и театр, и свою труппу, все. Ну, актер, видите, актер, вот он ушел со сцены. И почему сейчас никто никуда не уходит? Он ушел со сцены, и он стоит за кулисой, чтобы сохранить то состояние, которое он уже взял. Это спектакль, это пьеса, уже в зал он все. И он стоит и держит его. И выходит с этим же. Он уже не разгоняется, чтобы его взять. Оно уже в нем есть. И вот это все тоже такие невидимые, невидимые тики-так. Да, да. Кто вы не захотели, за ванну вымечает. А ты сюда, воня, чуть из постели прыг с мужчиной. Прошу слушать, ну, парус воплённый. Я слышал голос вашего. Что ты за маму? Отдайте смыслы в зал, которым вам учил режиссер, автор пьесы. И отдайте так, чтобы зал вам вернул своей любовью. В этом интонация, да? Это ваше знаменитое слово, интонация. Заславский был у нас в гостях. И говорит, Виктор Иванович, приезжаю в Белоруссию, прихожу в театр, где-то что-то начали говорить. А я говорю, ой, вот это вот, давайте сделаем эту интонацию. Он говорит, Белгород, Слобачуку. Поэтому это, знаю, все. Интонация. Вот должна быть интонация. Строй один. Это вот, знаете, как скрипку строишь. Он говорит, ля-я-я-я. И по ней всё строишь. Так и здесь. Всё настроить надо, чтобы была интонация. Творческие люди капризные. Вначале я захлёбывался от этих капризов. Вот. А теперь все ответственны друг перед другом. Актёру нравится, когда его хвалят. Но чтобы он был счастлив, надо, чтобы его хвалили, а товарища ругали. Ничего не сделаешь. Или там актёр начинает на себя натягивать, на себя одного любимого. А надо на всех. Поэтому я тоже не всем там вкусен. Вот. Но сейчас, слава богу, не отвлекаемся на всё это. Мех не хочу. Я не хочу, чтобы я пришла. Какой-нибудь купец или механик. Да я вам прямо скажу. Да как вы смеете? Пошёл лоб! Я пришлю! Народ в театре, ну, не самый простой, так скажем. И люди, актёры зачастую, они и капризные, и самовлюблённые. Но он вот всё это, приводя в какую-то гармонию, чтобы театр жил и существовал, ты же не можешь, как в армии или на стройке, открикнуть и сказать, иди выполни, обеспечить. Он так ведётся иногда себя с цехами, потом по-другому нельзя. Но творческие люди, на них не прикрикнешь, понимаете? И подзатыльник не дашь. Приходится входить в положение, кого-то уговаривать, кого-то как-то вразумлять, наставлять на путь истинный. И со временем всё равно у людей есть какая-то усталость. Не то, что неприязнь к людям, но просто усталость вот от этого. У него 50 лет работать в таком коллективе меня всегда удивлял. Почему? Как он сохраняет вот эту какую-то душевную свою, такую энергию, которая делится с другими. Боже мой, но есть же в России ещё добрые, чистые, бескорыстные люди. Я счастлив, я счастлив, друзья мои. Я просто... Вы посмотрите, это же птички. Борь, борь, птички. Сколько работаете в театре? 28 лет. Он жену пригласил, а он её увидел тут на фестивале дипломных спектаклей и пригласил её. Он говорит, там у меня ещё муж. Он говорит, ну ладно, тащи её мужа. Я когда увидел их, я одурел. Высокие, красивые. Я подхожу. Я вот Белгород такой-такой, значит, я вас приглашаю на работу. Вы знаете, вы будете обласканы и репертуаром, и ролями. Вот. Вы знаете, а мы уже договорились с Владимирским театром. А Владимир рядом с Москвой, там уж получше, да? Ну, а я... А дипломы ваших где? Они мне показывают. Я дипломы складываю. Дорогу оплачу, в Белгороде отдам. Вот так мы и попали. Был период, да, когда в стране было сложно, и в театре, и не только в театре, и в стране никто не рожал. Да у меня в театре 10 лет не рожали. И когда родила старшую дочь, возникла такая ситуация, что очень плотно занята в репертуаре, и ребенок, и Виктор Иванович пошел на такую авантюру, как организация детской комнаты. И сейчас там столько детей выросло. И моя старшая дочь, и младшая, и сейчас поколение. У нас уже даже у актрис некоторых по трое детей. И спасибо большое. Это наш, собственно говоря, отец. Потому что он ко всему относится, как к семье. Он, правда, не работает здесь, а служит. Вы семьянин. С супругой Галиной Михайловной уже 55 лет. Это страшное дело. Воспитали сына, внуки у вас. Мне жена недавно говорит, а ты знаешь, Виктор, ты счастливый человек. Говорит, ты всю жизнь занимался любимым делом. Ну, у вас с театром взаимное, глубокое чувство. Вы знаете, это... Вот вы говорите, а что такое душа? А что такое душа? Никто не знает. Мы знаем, что душа – это Бог. Там, значит, все... Ай, она во мне. А рассказать о ней я не могу. Это чувство. Это какое-то великое чувство любви, ответственности, заботы, веры. Вот там что-то все. Вы были мальчиком, который играл на скрипке. Ну, скрипку давали бесплатно. Иди. И я пошел на скрипку. Семья была из нищих. И мать одна. Отец погиб в 44-м году. А ну-ка, семь детей одна. И вот для меня то, что от меня зависит. Моя жизнь, мой результат, значит, моя перспектива. О, я занимался. Я занимался на скрипке. А потом по пескам иду, а дети играются в песке. И возят скрипку. Я понял, гриф отломан. Я взял, посмотрел, дети. Посмотрел, а там внутри Штайнер-мастер. Немецкий мастер. Немецкий мастер, который... А это родители после войны, после... Там служили и привезли. И дети играются, возят в песок на них. Ой, ну я, конечно, я к отцу встал просить его. Он сказал свои условия, я их выполнил. И он ее отдал. Я ее в Харькове. В Харькове ее отремонтировали, сделали. И у меня появилась замечательная скрипка мастера, не из магазина. Вот это начало. Вы жили в таком районе, что вам из-за того, что вы ходите в музыкальную школу, приходилось отбиваться от местной шпаны. Расскажите историю. Еще я слышала, вы мурку играли. Скрипка на песках. Это, я не знаю, это... Просто ты на скрипке играешь, и начинается драка. А мне ж надо и руку беречь. И скрипка. Крипка, и все. Но я мальчик был, который тоже спес. Я умел драться, да. А потом, после хрущевской амнистии, вышли ребята, бандиты, которых забрали еще там давно-давно. Они сидели. И они песчанские, мужики. Ну, вечерами шпанатов вся возле них крутилось. Они собирали. Они там давали кому-куда. А я, вся эта скрипочка, чтобы получить какую-то поддержку, мне говорят, звали его Котя Потипан. И я пришел ему со скрипкой. Но я хочу сказать, во-первых, ему про Бетховена рассказал. Вот, как Бетховен любил. Как он глухой был. И на скрипке, ну, а что я ему сыграл? Я ему сыграл мурку. Вот, так услышьте меня, когда я ему говорю, он плакал. Этот мужик стоит, два метра роса, вот такой, прошел что-то, просидел там, два раза побег делал. И я, он плачет. Вот все-таки они такие тоже были. И вот, когда там много народу собиралось, он говорил, а Бетховича не трогай. А Бетховича не трогай. Но он мне отблагодарил за то, что я так, значит, ему угодил. До слез довели. И поэтому я был так, как, вроде бы, защищен. У вас была крыша. Да, да, да. У Виктора Ивановича иммунитет к пошлости, к вульгарности, к примитиву. У нас нет ни одного спектакля с неприличием. То, что сейчас достаточно часто где-то, да, мы видим и возмущаемся и так далее. Но это тоже его интонация. Вот у него она чистая, эта интонация. Она может быть кантиленной, пьянисимой. О, Боже мой, как нас обволакивают и так далее, и так далее, да. Но когда это фартиссимо, это святых выноси, прячься, кто может. Но дело все в том, что его фартиссимо – это всегда справедливо. Это всегда необходимо для чего-то. И я бы вот просто пожелала Слободчуку Виктору Ивановичу то, что он 50 лет живет в театре своей интонации, чтобы она всегда у него на дальнейшую жизнь в нашем театре Викторе Ивановича была в мажоре. Здравствуйте, ребята, здравствуйте. Они сказали мне, Виктор Иванович, или мы работаем с ним, или уходим из вашего театра. Да, дайте нам, пожалуйста, Станислава Валерьевича. Вот он приехал, получите. Спектакли нас объединяют, спектакли. Есть успех – дружим. Нет успеха – не дружим. Мы хотим поехать в Иркутск. Надеемся, что… Получится все. Получится все. Вы нас туда пригласите, потому что наши привыкли в Байкале купаться. И еще, сегодня ваша первая встреча. И с Богом всего доброго, чтобы было все то, что задумал он. Вы реализуете. Ну, так талантливо, что и его восхитите. Я даже не сомневаюсь, что это было. Ладно, спасибо. Ну, с Богом. Я знаю, что здесь всегда будет все точно, организованно, художественно правильно, с точной интонацией, как любит говорить Виктор Иванович. Это счастье – сюда приезжать. И я это воспринимаю, каждый свой приезд, как праздник. Новые спектакли, новые режиссеры, новые зрители. Многое меняется, и только интонация остается. Его интонация. И нет ответа на вопрос, кто кому нужнее. Слобачук театр или театр Слобачук. Это техническое место. Ну, а я здесь почему? Потому что здесь все видно. Это главное таинство разговора театра со зрителем, когда зритель заходит в зал. Зал тихий, но он же заходит со своими эмоциями, со своей душой. Где-то шевелился, где-то что-то сказал. И начинается такой, знаете, шелест. Шелест. Это даже не слова, а шелест зрителя. Это самые благодатные минуты, когда наполняется жизнью. Да, это сцена. Там жизнь. А здесь зрительская жизнь. И как она будет преображаться. Вот сейчас из этого такого легкого шума все открывается. И тишина. И они начинают сливаться. Зал со сценой. Вот если это происходит, это самое-самое-самое. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok